Ямальские ученые оценивают риски для здоровья северян. Исследования проходят среди местных жителей из городов Салихард и Лабытнанги, поселков Харп и Венгапуровский в возрасте от 18 до 60 лет, в течение последних двух месяцев не болевших острыми инфекционными заболеваниями. Каждый желающий мог пройти социальный опрос и сдать биоматериал. Как итог, получить рекомендации по улучшению психоэмоционального состояния и сохранению здоровья. В современном мире у каждого множество проблем и далеко не на первом месте стоит психоэмоциональное состояние и сохранение здоровья. Но на Ямале ученые держат эти вопросы на контроле. Добровольцы могли пройти тест и сдать анализы, узнать уровень нервно-психической адаптации, стресса, тревожности и других факторов, оказывающих воздействие на здоровье участников исследования. Всего три этапа. Первый – социально-психологический опрос и тест. Перед вами 8 ярких карточек внимательно на них посмотрите и выберите самый приятный цвет из предложенных, который нравится вам больше всего в настоящий момент времени. Он не должен ассоциироваться с вашим любимым цветом одежды. Вот именно здесь и сейчас какой. Сразу предварительный результат. Конкретно вот по данной анкете могу сказать, что были выделены факторы ощущения нервного напряжения частого и факторы профессионального стресса. Общее такое понятие, то есть повышенное беспокойство, связанное с работой. Далее забор биологического материала – букального эпителия. Клетка эпителия с внутренней стороны щеки, она очень оперативно реагирует на все изменения. Мы все знакомы с процессом деления клетки – метоз, миоз. И вот все стадии метоза мы можем посмотреть по специальному окрашиванию под микроскопом. И все стадии я считаю по методике специальной и вывожу коэффициент. И согласно этому коэффициенту я могу сказать, в каком состоянии ваш организм. Анализ волоса может рассказать много о микроэлементах в организме. В нашем организме находится очень большой спектр микроэлементов, которые нам необходимы, так называемые эссенциальные элементы. А также есть токсичные, которые нам не нужны, но так или иначе они у нас есть. Такие как ртуть, кадмий, свинец, золото, серебро. Они у нас появляются, накапливаются с теми продуктами, которыми мы потребляем с той водой, с тем воздухом. Но не стоит пугаться. Например, кадмий накапливается у курящих. И существенно снизить его в организме можно просто за счет отказа от пагубной привычки. Кроме всего, анализ крови также покажет физическое состояние организма. Заключение ученых будет готово в течение месяца. После можно обратиться к лечащему врачу и получить рекомендации, направленные на улучшение здоровья. Продолжение следует...